Цветет гречиха. Гречиха тоже относится к сидиратам. Видите, цветущая гречиха. Мы привыкли, что гречиху используем только в кашах. Оказывается, это еще и сидират. К сидиратам относятся бобовые. Мы можем использовать бобы, горох, фасоль, как сидираты. Они улучшают качество почвы, насыщают азотом. Люпин сюда же относится. Мы привыкли использовать подсолнечник в качестве поставщика семечек. Но еще знаем, что из семечек добывают растительное масло. Так вот, подсолнечник прекрасный сидират. Единственное, что его нужно срезать и закладывать в кампусную кучу, когда он достигает высоты метр чуть поболее. Потому что дальше у него стебель адресневает, становится очень-очень трудно разлагающимся. И вот тогда его, если у нас такое случилось, мы его мельчим и используем в малинник. Закладываем и в землю, и в качестве мульчи. Потому что он будет формировать основной гумус. Тот, который будет долго-долго-долго работать и отдавать постепенно все свои вещества. Тот же самый азот, фосфор, калий, растения в питание. Группа сидиратов очень большая, очень разнообразная. В течение сезона желательно использовать разных представителей из группы сидиратов. С ними разобраться очень легко и просто. На сегодняшний день не очень много литературы по этому вопросу. Главное иметь желание и знать, что ни одной недели у вас земля не должна оставаться неукрытой. Она должна быть всегда укрытой растениями, укрытым материалом или посадочным материалом. То, что мы можем использовать в еду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова